Всем море приветов, дорогие друзья, гости канала и все желающие сегодня пощекаты от себе нервы в нашей рубрике Инди-ужастики. Я Нептун, это канал Нептун и Геймстав. Сегодня мы будем играть в игру Биг Уэст, то есть наследство. По сюжету игры мы играем за Дмитрия, у которого скоропостижно скончалась его бабушка. Это очень печально, но бабушка оставила нам наследство, ни много ни мало большой дом, Который мы будем сегодня изучать. Разработчик меня уверял, что это ранее альфа и что после релиза в стиме игрушечка будет явно доработана. Она будет возможно больше, возможно что-то изменит, что-то новенькое добавит, а что-то уберут. Ну, наша задача маленькая, скромная, мы всего лишь в это дело поиграем и посмотрим, сколько кирпичей сегодня мы готовы отложить. Давайте новая игра. Движок Энрил Энджин 4, так что как бы это графон. И я уже замечаю, здесь необычный такой, знаете, эффект шума присутствует, а также цветовая гамма. Всё, выйти нельзя. А это видимо халат, когда-то принадлежавший моей бабушке. Да, бидончик, наверное молочка полон. Ну что ж, давайте. Так, очень тихо, я вроде бы прибавлял звук голоса нашего героя, но всё равно тихо. В общем, надо где-то прилечь, да? Так, хорошо. Есть второй этаж. Дом-то не хилый, да? Хибара-то большая. Вообще, судя по всему, этот дом явно заброшен и он какой-то криповый. Так что я предлагаю нам здесь посмотреть, что можно найти ценного. Всё это дело продать, ключи... Дом сдать и, в общем, отсюда уехать нахер. Что это словить-то? Очевидно, что жить я здесь не буду. Это жутко-жутко и жутко страшно. А как телефон звонит, если у него трубка снята? Окей, так. Это было волнующе, да? Это было волнующе. Ну, давайте что ли на второй этаж прогуляемся? Почему бы и нет? Такая разруха, да? Почерневшие пятнами стены. Жуть. Жуть говорю. Так... У-у-у! Какие криповые у бабки картины, а? Бабка, ты это... Ты чем здесь занималась? Так, показалось, это чучело совы, а это вроде бы просто... Что это? Блин, глобус, что ли? Ладно, плевать. Что у нас здесь? А вот и мягкий диванчик. Именно здесь я предлагаю и прикорнуть. Но пока мы туда не пойдем, давайте поизучаем, что здесь есть. Знаменитая картина об Иване Грозном, который убил своего сына. Ванная. Жесть. Это кровь или ржавчина? Ладно, понадеемся, что это ржавчина. Не хватало еще здесь кого-то замочили. У меня в ванной. Это было бы не круто. Не круто, ладно. Давайте я предлагаю нам пойти поспать. Ибо все основные приключения начинаются, когда человек спит. Да? Точнее, когда его что-то пробуждает посреди ночи. Так, хорошо. Вот меня еще интересует, что за шкафчик подозрительный. Ау! Ой, твою ж мать. Гитара? Так моя бабка еще была, типа, музыкантом? Круто. Хорошо. Так, ты это... Ты давай не шути, так я, типа, спать хочу. Думаю, этот диван в самый раз. Да, я тоже думаю, что этот диванчик в самый раз. Мой маленький внук. Ты пришел. Только почему-то у меня бабка по-английски шпарит. Хотя я говорю по-русски. Ну все, да? Началось. Поднимайся. Как тяжело вставать, да? Так. Шкафчик проверить нельзя. Ну, что и требовалось доказать. Надо было завести будильник. Ну, а зачем? Я же проснулся довольно поздно. 10 часов вечера, да? Так, что-то здесь явно не так. Пошатывается люстра. Тревожный знак. И, по-моему, здесь немножко потемнело, да? Какая жуть. А вот кто вешает такие картины, а? Бабка? Какого хрена ты вешаешь это дерьмо у себя дома? Продам. Опа. Подожди. Я только сейчас заметил. Вот этой двери не было. Тут была просто стенка. Круто. Хорошо. А куда топать? Ну, разве что вот туда куда-то? Там еще было две двери. На первом этаже. Такая, знаете, атмосфера. Малость депрессивная, да? Нагнетающая. Что там? Что-то пос... Вау! Показалось. Показалось? Нихера подобного не показалось. Там кто-то был. Наверное. Вдруг кто-то зашел и закрыл за собой дверь. Это реально подозрительно. И что? Никого нет. Ну, разве что кто-то в шкафу сидит. А вдруг? Да нет. Хм. Вот жалко, шифта здесь нету. Бегать я не умею. Прыгать, кстати, тоже. Так. Так же в описании игры было сказано, что здесь все меняется, то есть некая интерактивность есть. Ёлы-палы. А здесь были какие-то изменения, да? Вот шторки не было раньше. Твою мать. Какого хрена? Чувак, ты так спокойно говоришь? Тут, блин, оторванная голова, куча крови, дверь захлопнулась. А ты такой, ну, наверное, показалось. Какого хрена? Так. Ну, я использовать ничего здесь не могу. Но крови здесь очень много. Ну, что за этой шторкой? Все. Приехали, друзья. А, блядь! Какого хрена? Ой, о-о-о-о! Вы че, сдурели что ли? Эй! Это была плохая шутка, бабка! Или это уже не бабка? Там кто-то есть. Твою мать, там кто-то есть! За шторкой. Эй, покажись! Или лучше не надо. Я передумал, не надо этого делать. Так. У меня другой вопрос здесь назревает. А как? Вода ушла. Точнее, кровушка. Здесь даже дырки нету. Вау! Хреново. Так, друзья, готовьтесь. Ёлки-палки. Как будто позади меня что-то есть. Да хватит уже! Где включатель-то? Выключатель-то, точнее. А-а-а! Ты кто нахер? Эй, отпусти меня! Стерва! Взяла, зашвырнула меня об стенку башкой. Ну, я сознание и потерял, конечно. Вау! Подожди. Я помню эту чувиху в игре Филинка Дрифт. Там же была эта вот стерва в большом белом халате, да? Так, подожди. Мне это что, приснилось? И почему я около шкафа? Алло! Что-то здесь явно не так. Что-то здесь идёт не так. Хе-хе-хе. А ну-ка, давайте в туалет. Опять пройдём. А кто это был? Ну, внешне это не бабка. Это не моя бабка. Вообще, в описании игры сказано, что бабка-то она наоборот. Типа, она пыталась меня спасти как-то, уберечь от чего-то лютого в этом доме. Но она умерла. Она так и не закончила свои дела. И, видимо, мне придётся это сделать за неё. Да? Ой, не могу смотреть на это дерьмо криповое. У неё был херовый вкус, да? Если, конечно, это она повесила картины. Так, хорошо. Первый этаж. Вот, здесь вот я видел дверь, но она заперта. Так, коробки. Надеюсь, что они не пустые. Свечки и зеркало. А ещё вот есть вроде бы подозрительная бумажка. Что там? Вот, не могу разобрать. Последнее слово вроде бы дома, да? Про лой дома. В общем, не могу разобрать это дело. Так, не работает. Халат также висит. блин, ну, потопали обратно, что ли? Ну, вот тебя. Короче, друзья, первым делом я продаю эту хибару. Да, первым делом мы её продаём и, короче, уезжаем жить куда-нибудь в Лас-Вегас. Снимем там какой-нибудь номерок херовенький и будем там жить. Это не смешно. Давай выходи, а то худо будет. Да, выходи. Нептунчик здесь. Я пошёл. Открывай, открывай. Что это? О. Меня прижало. Почему меня прижало столом? Твою мать, а? Будильник. Будильник сработал и он меня как бы спас от этого лютого кошмара. Алё! Гараж! Демоны? Кто бы вы или кем бы вы не были, давайте выползайте отсюда. из моей хаты утопывайте, я её законным образом получил. Мне хата в наследство досталась. О. Вот теперь дверь открылась. Что же меня ждёт? Так, ты хочешь, чтобы я пошёл налево? А! Ау! Твою мать! Да! Скримота полезла, да? Ну, звуки, знаете, звуки здесь заезженные малость, я такие уже встречал в разных инди-ужастиках. Ну, вообще, у нас выбор, друзья, у нас выбор. Куда мы пойдём, налево или направо? Вот эта стерва, она показывает налево. Ну, во-первых, у нас есть правила, да, правила правой стороны, А во-вторых, давайте мы не будем делать то, что она хочет. Давайте направо. А вдруг это меня приведет к смерти? Давайте направо. Ого. Хорошо. Значит, я еще читал в описании о том, что здесь несколько вариантов концовок. Так. Хорошо. Стульчик проехал. А малость красноватая какое-то вот здесь свечение у меня на экране. И, друзья, Новый год! Новый год, да. Всех с наступившим. Еще раз я вас поздравляю. И здесь елочка наряженная и подарки. Хотя это больше на коробке смахивает. Ну, да ладно. И кто это? Илья? Илья Муромец, да? Богатырь русский. Подозрительный шкафчик. О, боже, что же там? Что же там? Вау. А, твою мать! Какого ж хрена! Какого ж хрена! Так громко-то. Ёлы-палы. Вот, голос моего героя очень тихий. А звуки этих скримеров просто у меня барабанные перепонки чуть не лопнули. Твою мать! Хорошо. Гоголь. Вообще, моя бабка вот в некоторых моментах хорошие картины вешает. Ну, вот так репота. Кто-то плачет. Эй, девушка! Вам помочь? Почему ты у меня на хате живешь? Давай утопывай отсюда. Хе-хе-хе. Призраки. Завелись. Да? Как в том фильме. Кому вы будете звонить? Гоаст Бастерс, да? Фух, ладно. В этой игре я так уже понял, что все может поменяться. То есть мы, допустим, обошли там комнаты. Там все заперто. Пошли сюда, здесь тоже заперто. И теперь мы возвращаемся, и здесь может что-то измениться. Алло. Ну, вот хотя бы кухня есть. Розетки. Поварешки. Вилки, ложки. Но графическая игра неплохая. Ковер. Неплохой наш. Отечественный, да? Ну, куда мне топать-то? Броу. Подскажи. Ну, разве что за окном кто-то есть. Может быть, меня там кто-то поджидает? Хочет поймать. Да. Ну, везде все заперто. Казалось бы, куда мне идти? О-о-о-о-о. А, это не ты. Показалось, дверь открывается, да? Где-то открылась дверь. А, во. Собственно. Так. Вот жалко, фонарика нет у меня. Хотя на первом этаже я видел свечки. Вот надо было взять это дело, зажечь, и был бы хоть какой-то источник света. Да? Так, хорошо, телевизор. Кресло. Это типа намек? Типа сесть и посмотреть ТВ, да? Новогоднее обращение президента. Хе-хе. Так. За окном никого. Ну, и зачем я себя притопал? Хе-хе. Ты кто нахер? Это же та стерва, которая меня швыранула об стенку. А ну, иди сюда. Ще поговорим. О-о-о. А кто это? Это призрак? Или это баб? Или это бабка моя? Ну, здесь профилактика? Ничего интересного я здесь не наблюдаю. У-у-у. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас будет скримота по-любому. Хе-хе. Она здесь такая, знаете, по ушам так бьет. Ау-у-у. Заперто. Так. Хорошо. Вот есть шкаф. С ним определённая какая-то чертовщина будет связана. И вот ещё дверь. Так она заперта. Там кто-то есть. За дверью. Бабушка? Это была бабушка? А какого хрена она меня пугает-то? Она должна меня защищать. Я же её любимый внучок был. Я в детстве приходил сюда постоянно пирожки и кушал. Она вот как напечёт. Хе-хе. Да? Так. И что? Куа топать-то? Тут заперто? Тут... Типа тоже? Заперто? О, неужели? Что-то открылось? Так. Летающая в воздухе мебель. Это такой прямой намёк на то, что у меня завёлся полтергейст. Твою ж мать. Оу! Оу! Ой! Вы чё, охренели что ли? Ножами кидаться? Так ведь можно и поранить. Себе что-нибудь ухо там, да? Так, подожди. Это туалет? У меня их два в доме, что ли? И почему-то здесь телевизор. Нет, я согласен, это удобно. Допустим, мы валяемся, принимаем душ и смотрим телек. Но, как бы, это всё хреново, да? Ладно, я пошёл. Ау! Блядь, какого хрена? Воу! Да вы чё? Ээээ, подожди. А чем вам дверь-то помешала? Хе-хе-хе, ладно. Хорошо. Так, всё. Потопали дальше. Нам, очевидно, вот сюда. Наш путь лежит к этой двери. Определённо. Что же там? Чувак, не оборачивайся. Давай-давай-давай. Топай-топай-топай-топай вперёд. Топай, не оборачивайся. Плохая привычка. Именно так мы попадаемся Слендеру. Потому что мы очень часто оборачиваемся. Не надо этого делать. Так, хорошо. Какой-то коридор. И опять это криповое дерьмо. У бабки явно были проблемы Со вкусом, да? К живописи Окей, хорошо Какой-то, блин, длинный коридор-то Заперто А эту картину я тоже видел Телефон, книга, очки, радио и ключик Чувак, возьми ключик Полезная вещь По-любому где-нибудь мы его заюзаем Да? Шепот какой-то Эту картину я тоже видел А, подожди Да ладно А не пародия ли это теперь пошла на пяти Это же та стерва Которая меня швыряла везде и пугала Теперь она просто утопала Может она на выход топает И правильно делает, друзья Но, по-моему, вот этого оленя не было, да? Фу, какие звуки неприятные Эй, стерва Стерва, надеюсь, ты реально утопываешь из моей хаты Радио каратит Эй, уру-ру, радио Ладно Заюзать это дело я не могу Я так понимаю, что мы здесь ничего не можем делать Наша задача просто идти по этим Замкнутым коридорам По этому замкнутому циклу Так хорошо, картина упала Какого очередного дерьма нам здесь Да это же дач Ух ты, я С ума сойду с этими звуками Разработчик Ты, не знаю, ты немножко убавь их, что ли Или немножко прибавь Звук голоса, чтобы я Общий звук убавил у себя Потому что это невыносимо У меня вздроги от громкости больше Твою мать, что происходит Тихо, 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 без паники Все хорошо Пока Да кому я вру Все очень плохо Наступило время пяти Картина на месте Олень появился опять А за окном-то что? Чернота, голимая Ну, хоть бы там дождик, снежок Я не знаю Новогодняя елка В конце концов-то Ага Радио Это неисправимо Хоть бы что-нибудь Позитивное поймало Там, не знаю Какую-нибудь радиовалу Опять шепот Опять что-то такое было Неприятное Дерьмовое Криповое Я, пожалуй, отойду назад Тихо, 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 тихо Так, хорошо Это вот очень подозрительно Потому что картина падала Потом она была на месте А теперь она опять упала То есть, возможно Здесь Аааа Твою мать Ох ты, ёшкин-то кот Ха Круто, конечно Возможно, здесь Два коридора У меня уже в арту пересохло Ааа, так Ладно, заперто Радио Только вот не надо ничего Внезапного делать Я знаю, вы это любите там зашипеть? Или ещё что-либо сделать? По-моему, стенка поменялась. Вот этого не было. Так. Так. Тихо, э! Что, я горю? Э, а где огнетушитель? Э, ребят, огнетушитель дайте! Погоди. Там кто-то шёл. В огне. Я видел. А! А, твою мать! Да твак! Так, ладно, всё, собрались. Держимся. Проходим это дело. Наша задача всего лишь скромненько пройти. А почему всё было в огне? Этот момент мне вообще напомнил, знаете, Фир. Там Альма любила так подшучивать. Когда всё в огне, всё взрывалось и горело, и Альма шла. Прямо ко мне в лапки. Большое кровавое пятно. Вот этого не было. О! Что-то где-то лопнуло, да? А, лампочка, наверное, пи... Что? Ёлки-палки. Жесть. Так, тихо-тихо, бро. Нормалёк, да? Всё? Всё, типа, нормально? А, блядь! Да что такое? Что? Кто стучит? Занято! Твою ж мать! Хе-хе-хе. У-у-у-у! Я пошёл дальше. Было весело. Так, что это? А-а-а. Вот знаете, издалека показалось, что это... А-а-а... Дырка в си... В стене. Я ещё удивлён, почему дверь вот та вот... По центру коридора... Ещё меня не испугала. Обычно это в пародии на пяти... Часто происходит. Я вот сейчас вам покажу. А... Где эта дверь? Тихо-тихо-тихо. Вот она. То есть... Мы уже раз десять прошли, и здесь как бы ничего не происходило, да? Всё тихо, спокойно. Вот однажды я пройду, и там кто-нибудь забабахает. Ду-ду-ду-дух. Вот с другой стороны. Это как пить дать. Но здесь пока этого не было. Да? И это, наверное, хорошо. Ладно, топаем. Вы это видали? Вы это? Видали? Эта серва ползла по стене? Как-то чё, вихаю из фильма «Зеркала». Хе-хе-хе. У-у-у. А вдруг это будет типа финальный босс такой? Страшная старуха-призрак, бегающая по стенкам и пытающаяся тебя поймать. Это... Это, конечно, жути нагоняет. Фух, неужели мы прошли? И, как говорится, это и не лучше, да? Из огня да в полымя. А... Так. Длинный и узенький коридор. Что это было? Да. Так. А-а-а, у меня свет пропадает. Ну-ка, 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 давайте посмотрим. Точно. Чем ближе я приближаюсь, тем меньше источников света здесь остаётся. Твою ж мать. Так, погоди, погоди. Я всё правильно понимаю? Как только я подойду, я полностью окажусь в кромешной темноте. Перспектива эта мне не очень нравится, но у меня выбора нет. Хм, подозрительно. Так, что же там? Ну, чё ты оборачиваешься-то? Топай в дверь уже! Это не круто. Дурная привычка. Так, я пришёл в комнату для допросов, что ли? Хе-хе-хе. Ну, давайте, поговорим. А кто бы это ни был. Ну, выходи, что ли. Эй. Так. У меня чё, игра повисла? Или что? Опа. Кто там? А вот и всё, друзья. Это только начало. Да? Вот и всё. Мы прошли альфа-версию. Ну, что я могу сказать? Да, местами страшно крипово. Но надо немножко здесь поработать над звуками, ибо они либо очень тихие, либо очень громкие. Но явно мы будем ожидать полной версии игры. Всем спасибо за внимание, друзья. Вот такой вот проект, Big Quest. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, зовите друзьешек, да побольше. И не теряйте позитив. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok